Всем привет! Сегодня у нас посылочка с интернет-магазина TomTop. Сегодня будем снимать с экспертом. Давайте же посмотрим, я уже привскрыл, чтобы понять, откуда эта посылка. Давайте же теперь посмотрим, что же находится внутри. Здесь у нас три такие вот небольшие коробочки. Давайте начнем с самой маленькой. Здесь у нас такая вот небольшая коробочка, и здесь находится гаджет, который позволит нам делать таймеллапс. Вот так вот здесь все выглядит. Это, в принципе, можно сделать самому. Вот такая вот конструкция. Здесь, по сути, самый что ни на есть обычный таймер. То есть можем использовать как самый обычный таймер, и он зазвонит, когда это все дело закончится, весь круг пройдет. Единственное, здесь добавлен штативная головка, и вот здесь на башмак. То есть можем ставить на штатив. Если делать это самому, это тоже очень легко, но можно купить вот такой вот готовый уже, готовый гаджет, который стоит не очень дорого, и ничего не нужно колхозить, уже есть. Можем и на штатив ставить, и уже спокойно можем ставить сюда камеру. Немножечко она у нас кривая вот такая вот. Ну что, думаю, вы поняли, как это работает. Ставите таймер вот таким вот образом, и он за это время делает полный круг, и у вас получается таймлапс. На камере вы уже ставите таймлапс на какое-то время, и вот так вот все дело работает. В конце видео я добавлю файл, снятый благодаря этому гаджету. Интересно, видишь, давненько ее хотел. Давайте же перейдем к следующей коробочке. Давайте вот к этой. Такая вот картонная коробочка, где у нас находится нечто непонятное, а теперь уже понятно, это вот такая вот необычная мышка. Вот так вот, думаю, мало кто такие видел. Ну что, необычно, первые впечатления необычны. Что еще в комплекте? Вот у нас, как я понимаю, зарядка, и чтобы соединять с компьютером, ресервер такой, она, как я понимаю, без батареек, что плюс, наверное, потому что батарейке не очень удобно. Можем назад-вперед. Давайте где-нибудь в Инстаграме или ВКонтакте, вот ссылочки здесь. Я через некоторое время, примерно месяц использования, напишу свои впечатления, потому что вот пока, ну на первый взгляд, неудобно. То есть зачем вообще эта мышка нужна, если вы часто сидите за компьютером? Бывает так, что устают руки, начинают болеть вот примерно вот это вот место. И здесь сделано так, что этого не должно быть. Не знаю, как это работает, работает ли, точнее, это вообще удобно ли это. Ну, сама мышка бюджетная и, как минимум, она необычная. И давайте перейдем к последней и самой, на мой взгляд, интересной посылке. Green Ponter. Здесь, наверное, что-то еще написано. Лазер, наверное. Я уже спалился, что здесь находится лазер. Вот такой вот интересный лазер. Он у нас достаточно мощный. Он должен у нас поджигать спички и еще всякое. Я сделаю на этот лазер подробненький обзор. Покажу, что он поджигает. В этом видео просто покажу, какой у него сам лазер. Какая точка будет. Вот такая вот огромная здесь батарейка. 18 650 от Ultra Fire на 4200 мА. И также вот такая вот зарядка. Ценник на этот лазер вы видите где-то здесь на экране. Также здесь какие-то ключи. Пока что я не знаю зачем. Сам лазер выглядит вот таким вот образом. Это у нас зум. Можем это снимать. Как я понимаю, чтобы поджигать спички, нужно вообще полностью это дело снять. Давайте попробую это сделать. Вот настолько он у нас выдвигается. И вот так вот выглядит, когда это все дело сняли. Давайте открутим это все дело и попробуем поставить уже батарейку. Вот так вот все дело выглядит. И вставляем, наверное, вот так. Ну так я до сих пор и не понял, зачем нужны ключи. Вот тут. А, как я понимаю, включать-выключать можно с помощью данных ключей. Например, чтобы дети не баловались. Или, о, он уже включился. Ну давайте где-нибудь в комнате я покажу более подробно. Вот такие вот три посылочки у нас сегодня было на распаковке. Отдельный ролик будет про лазер. В конце видео вы увидите, что можно сделать вот с этим вот таймлапсом. И где-нибудь в инстаграм и вконтакте я отпишусь по поводу этой мышки. Если вам понравилось видео, ставьте большой палец вверх. Дальше будет намного интересней. Пишите, что вам понравилось больше всего. Что можно поджечь с помощью лазера. Проявляйте активность, точнее, внизу в комментариях. Всем спасибо. Всем пока.